Открытая власть, открытый диалог. Один из принципов идеологии лидерства губернатора региона. Руководители муниципалитетов должны быть в тесном контакте с населением. И большим подспорьем в этом вопросе призваны стать встречи властей с жителями. Для Щелковского района это пробный шаг, но результаты видны сразу. Встреча вызвала живой общественный интерес. На открытый диалог пришли почти 500 человек. Посетили мероприятия и представители регионального правительства. Нам важно ваше мнение и надеюсь, что я, Алексей Васильевич, его команда сможем ответить на те вопросы, которые вас беспокоят. А в будущем, соответственно, принять решение, которое позволит сделать жизнь в Щелковском районе лучше и комфортнее. Чтобы она изменилась, нам всем нужно принимать активное участие. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на этот открытый диалог. Много сделали и сделали мы все вместе. Уверен, что при вашей поддержке, уверен, что при вашем и критическом отношении к тому, что мы делаем, и подсказываем. Дело в том, что много профессионалов есть. И, конечно, профессионалы должны подсказывать нашей работе. Уверен, мы добьемся того, что город Щелку будет лучше. Лучше. Спасибо. Что волнует население? Вопросы самые разные. Переселение из ветхого и аварийного жилья, нехватка помещений для общественных организаций, благоустройство территории. Многие касались и сферы здравоохранения. Так, мать ребенка-инвалида задала вопрос об отсутствии в аптеках необходимых импортных лекарств. Вопрос на болевшие. Это препараты. Препаратные препараты. Вот скажите, пожалуйста, что-то в новом году улучшится или же все-таки переводят от любого? Если ребенку или пациенту нужен препарат конкретный, и он не входит в перечень, и его нет в поставке, формируется индивидуальная заявка. Или мы проводим через дневной стационар, или через стационар. Так что вы задержитесь, мы обязательно отработаем. Многие вопросы сегодня помогают решать созданные специально для этого ресурсы. Так, в Московской области запущенный и успешно работает портал Добродел. А конкретно в Щелковском районе – горячая линия. Практика показала, большинство вопросов касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вот и на встрече основная часть обращений жителей была связана с ЖКХ. Платежки мы не получали два месяца, октябрь-ноябрь. Куда мы только не обращались. От нас уже просто прячутся и РКЦ, и ДЖКХ. Платежки за два месяца сегодня выпущены, и сегодня вам раздадут. Именно почему их задержали? Потому что там были большие ошибки, но как бы не состыковка базы данных. Множеством вопросов было отмечено и развитие дорожно-транспортного комплекса в Щелкове. Так, большой интерес у жителей вызывает перспектива строительства подземного пешеходного перехода на перекрестке Пролетарского проспекта с улицами Талсинская и Заречная. Вопрос обсуждался на протяжении нескольких лет, но каких-то очевидных подвижек в реализации проекта не было. По словам Алексея Валова, сейчас на этом участке рассматривается возможность строительства надземного пешеходного перехода. Предпроект на работу уже исполнен, могу вас себе пригласить и показать, как он будет выглядеть. Осталось только первичное финансирование на проект и на выполнение работы. Будем работать над этим. Всего почти за двухчасовую встречу жители смогли задать публично порядка 30 вопросов. Районные власти продолжали отвечать на обращения граждан и после окончания официальной части мероприятия. Так что можно отметить, встреча прошла в эффективном ключе. Стоит сказать, что мероприятие должно стать традиционным. Такие встречи с населением руководство Щелковского района планирует проводить регулярно. Особую пользу такого открытого диалога отмечают и сами жители. Эти встречи очень полезны, кстати. Такие высокие руководители, если будут почаще к нам приезжать, они будут в курсе, по крайней мере, проблем города и нас, жителей. Если вопросы, с которыми люди приходят, будут решаться так, как мы ожидаем решиться наш вопрос, то они просто необходимы и будут иметь очень большой результат. Мы видим реакцию зала, мы видим те вопросы, насущные вопросы жизни, которые задаются. И четкие, ясные ответы руководства района.